Начинаем готовить. С утра я встала, выпиваю чашку тёплой воды 400 мл и варю себе кофе. Именно утром варёный только кофе. Так, мы начинаем готовить с вами первый приём. Очень важно распланировать свои приёмы пищи в разгрузку именно по часам. Прямо ставить себе напоминалку и кушать, чтобы вы постоянно были сыты. Здесь у меня 2 шампиньона. Получилось 50 грамм. Ну, шампиньоны, они практически не усваиваются организмом, поэтому уж тут 2 гриба средних берите, не мелких, мелких 3 и будет нормально. Так, нарезаем. И у нас с вами будет омлет. Это у нас завтрак будет такой сытный за счёт клетчатки. Грибы сытость хорошую дают. Значит, отправляем в сковородку и немножко протушу я. Давайте сразу соль добавим. Здесь не страшно, что грибы дадут сок, это не страшно. Всё. И здесь у меня белок. У нас будет только белок в разукрустку. Так, следующее, что мы готовим, это кашу. Кашу я буду готовить из овсяных отрубей. У меня медстраль сейчас, мне понравились, кстати. У меня будет и овсяные отруби в кашу 20 грамм. И пшеничные отруби 10 грамм. Если нет пшеничных отрубей, не страшно. 30 грамм овсяных отрубей берите и всё. Пшеничные более такие жёсткие. Поэтому с ними тоже надо аккуратненько. У кого проблемы с ЖКТ, да, есть, то лучше только овсяные отруби. У кого всё в порядке, замечательно. Жёсткие, жёсткая клетчатка, отрубец, замечательно. Так, немножко соли. Ну и добавляем, значит, воду. Я добавляю 250 грамм. Нам нужен объём. Мы наедаемся не калориями, а именно объёмом пищи. Чашку сразу возьмём, в которой будем кушать с вами кашу. И готовим кашу. Продолжаем с вами готовить. Каша у меня закипает. Как закипит, делаем на маленький огонь. И я готовлю одну минуту. Всё, достаточно. Это не хлопья, это отруби. Их только нужно немножко проварить. Так, всё, каша закипела, убавила. Так, здесь у меня шампиньоны. Они уже стали мягкие. Берём теперь белок. Куриный белок, это простой, да, зелёный. Очень удобно. Я покупаю в мяснове. Ну, он есть во многих магазинах. В больших. Просто надо смотреть. Я раньше тоже не видела. Вот такой. Удобно, то, что желтки не надо отделять. Ставим, опять же, на небольшой огонь. Давайте специи добавим. Чуть-чуть соли. Потому что шампиньон я уже солила. И чёрный перец. Очень хорошо утром. Это желчаток. Так что, замечательно пользуйтесь. Так, сейчас немножечко. Нагреется сковородка. Белок. Потому что холодный. И на небольшом огне до готовности. Дальше, что у нас. У меня вот такая. Это пекинская капуста. Просто она такая вот фиолетовая. Интересная. Но на вкус. Она абсолютно такая же, как простая. Ничем не отличается на вкус. Так что, можно простую купить пекинскую капусту. Она дешевле. Это у нас будет свежие овощи. Клетчатка. И клетчатка нам дает сытость. И она дает нам объем. Ну, объем и сытость. За счет этого. Важно вообще каждый день добавлять свежие овощи. На тарелку. Но в разгрузочный день особенно. Чтобы мы наедались. У меня еще здесь рукола. Зелень любая может быть. Зелень замечательная зимой. И на десерт у меня клубника. Вот. Клубника. Она у меня в кашу пойдет. И просто так. И еще здесь у меня соус терияки. Ну, чтобы омлет был вкуснее. Все. Сейчас кашка сварится. Омлет готовится. И я вам уже тарелочку просто покажу. Потому что я вам все показала, что мне нужно приготовить было на завтрак. Все. Сейчас уже только тарелку вам покажу. И завтрак мой готов. Давайте посмотрим поближе еще. Здесь омлет с грибами. У меня еще томат небольшой здесь. Пекинская капуста. Рукколы. Рукколы просто вот пучок взяла. Написала вам 10 грамм. Но сколько получится. Зелени можно больше. Соус терияки. И на овощи. И на омлет. Чтобы вкуснее было. Здесь каша из отрубей. Она объем хороший даст. И у меня клубничка. Клубнику можно часть. Или хоть всю в кашу. Она как раз растает. Тут сами смотрите. Можете немножко она потает. И это тоже вкусно с чаем пить. После того, как покушали. Обязательно чашку горячего напитка. Чая или кофе. Кофе я утром пью. На завтрак могу вторую чашку выпить. Кофе или зеленого чая. Можно черного. Это что вы привыкли. На завтрак можно также чашку цикория выпить. Все. Смотрите, что сами больше любите. То и пейте. Мой второй прием пищи. Это у меня перекус. Или второй завтрак. Здесь у меня творог обезжиренный. Небольшая морковка. И у меня есть зелень руккола добавила. Очень такая сытная получается тарелочка. Несмотря на то, что калорий здесь очень-очень мало. Значит, что хочу сказать. Самое главное при разгрузке соблюдать режим питания. Я прописала время, когда я принимаю пищу. Через определенный интервал. Как мне удобно. И прям вот четко кушаем. У меня даже еще абсолютно нет голода. Но я все равно буду есть. Чтобы по дальнейшему голода никакого у меня не было. И мне не хотелось переедать. То есть, тут четко прописали. Через 3, через 4 часа. Если хотите, через 2 часа. Дробите. На разгрузке можно. Я 4 раза буду принимать. Но если вам это мало кажется, то можно и 5 что-то оставить на еще один перекус. Время приема, естественно, выбирайте, как вам удобно. Но лучше немножечко в разгрузку делать попозже завтрак. Так, кофе выпили. Это ваш, можно сказать, завтрак с утра. Он очень хорошо насыщает кофе. Снимает голод. И уже смотрите, во сколько вам удобнее будет завтракать. 9-10. Я завтракала в 11 часов. Готовим обед и заготовку на ужин. Здесь у меня 150 грамм брокколи замороженной. И 250 грамм воды. Сварим супчик пюре. Здесь у меня креветки. 100 грамм. Это в очищенном виде. Сейчас их приготовлю. Они быстро как... Ну, розовые делаются. Они готовы. У меня половина пойдет на обед, половина пойдет на ужин. Креветки можно заменить на яичный белок. На что еще можно? Можно коктейль морской купить. Отлично. Вот коктейль. Он и недорогой. И тоже можно вот так же приготовить. И это будет очень вкусно. И белка много. Или можно коктейль уже готовый купить. Тоже продается. Но в рассоле. Не в масле, а в рассоле. Вот такую я буду редька, редиска использовать. Не знаю, мне понравилась прям очень. Она дешевая. И очень сочная такая. И много клетчатки. Сейчас почищу и просто кружочками нарежу. Готов обед и заготовка на ужин. Что у меня здесь? Значит, из белка у меня креветки. 50 грамм креветок у меня на обед. И 50 я оставила на ужин. У нас будет еще салат. Перец. Тут вот такая зеленая редиска или репа. Не знаю точно, как это называется. Это творожный сыр, зелень у меня руккола. И здесь у меня большая чашка такая супа-пюре из брокколи. И специи использовала. Перец, черный соль, гималайскую. Сушеный чеснок, сушеный базилик. И копченую паприку. Важно использовать специи, чтобы суп, ну, такой был ароматный, вкусный, насыщенный. Такая большая тарелочка, много клетчатки. Поэтому наемся. А, из углеводов у меня кукуруза. Кукурузу беру 40-50 килокалорий на 100 грамм. Вот такую. Но здесь может быть другие. Например, что можно еще? Например, если любите маринованные грибочки, можно. Они совсем не калорийные. Огуречки можно маринованные. Они 12 килокалорий есть на 100 грамм. Отлично просто. Сюда же можно 50 грамм консервированной фасоли. Или зеленый горошек 100 грамм. 35 килокалорий всего. Вот так вот объемно, вкусно и не калорийно. Я готовлю себе ужин. Последний прием пищи. Здесь я сделала салат. У меня здесь 50 грамм креветок, что я оставила с обеда. Их, кстати, можно порезать, чтобы побольше визуально казалось. 15 грамм буду использовать вот такого соуса. 25% вернее. Это покупаю в магните. Или в пятерочке есть тоже соус такой, не калорийный. И буду делать вот такую лепешку. Я ее уже на ютубе показывала. Делается она из вот такой белой пшеничной клетчатки. И из псиллиума. Ну, чуть-чуть я добавляю совсем немножко гималайской соли. Из других ингредиентов ее сделать нельзя. Здесь 0 калорий. Здесь у нас 0 калорий. Псиллиум имеет калорийность. На него не смотрим, потому что псиллиум полностью не усваивается. Что вот эта клетчатка, что вот эта, она не усваивается организмом. Просто проходит транзитом. Но визуально она дает сытость. Заполняет сначала желудок, а потом заполняет кишечник. Псиллиум очень. И эта клетчатка, и псиллиум, они создают объем для кишечника. В общем-то, сейчас я делаю лепешку. Она делается 15 минут. Сначала я прям на холодную выкладываю, разравниваю прям руками. И ставлю нагреваться. Как только сковородка нагреется, убавляю огонь до минимума. И засекаю 15 минут. Все готово. Я его называю лавашом. Вот таким вот ппшным. Я его не переворачиваю. Он такой вот, знаете, какой-то, как желейный такой остается. Это из апсиллиума. В общем-то, все пропишу. Если у кого-то такого нет набора и желания покупать нет, просто делайте салат. Ну, по желанию уж, если такому сильному-сильному, можно добавить один хлебец. Вот. Лучше цельно-сироновой какой-нибудь хороший, чтобы там никаких добавок не было. Ну, вот я буду такой вот лаваш делать. Ну, вот лепешечка у меня готова. Да, салат я выложила, майонез я добавила. Просто складываете. И у нас получается вот такой с вами, не знаю, как сказать это. Я этот лаваш называю. Вот. Я его разрезаю пополам. Это удобнее просто кушать. Вот так раскрою, чтобы вам просто показать. Это очень сытно. И вот эта вот вещь хорошо для кишечника, для стула хорошо, для микрофлоры хорошо. И сытость дает. Так как это клетчатка. И самое главное, здесь ноль калорий. Здесь вот. И вкусно. Салатик с майонезиком. Хоть его тут всего 15 грамм. Мало, но вкус он дает. Даже 15 грамм. Очень даже хорошо. Все. Сегодня такой был день. Обычно за такой день бывает до килограмма от веса. Пробуйте, девчонки. Пишите комментарии. Как у вас получилось. Мне прям очень будет приятно посмотреть, если кто-то тоже попробует. И у них все получится. Это сытно. Это сбалансировано. Это полезно. Ну и главное, вкусно, девчонки. Потому что снижать вес надо тоже вкусно. И чтобы количество пищи было очень хорошо подобрано и объемно. Чтобы вы не были голодными даже в разгрузочный день. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok